И снова всем привет! Сегодня я хочу вам показать свою коллекцию косметики, как я храню ее. И раньше уже такое видео было на канале, но с тех пор, конечно, состав коллекции изменился. Неизменной осталась сама система хранения. Это вот такой бьюти-кейс из Литуаль среднего размера, но он очень тяжелый, там очень много косметики. Так что, кому интересно заглянуть в мою сокровищницу сегодня, давайте начнем. Так, открываем волшебный чемодан. И вот так все выглядит внутри. И давайте начнем вот с этого отделения, где у меня собрано все, что касается тематики губ, карандаши, помады, блески. И первое, давайте по порядку доставать, это блеск от Бобби Браун, подарила подружка. Очень приятный, он такой липкий, долго держится на губах, пахнет виноградом. И оттенок, несмотря на то, что он такой темный в тубе, на самом деле на губах он выглядит вполне естественно и красиво. Две помадки от MAC. Это все, что осталось из моей большой коллекции, просто остальным меньше пользовалась, и поэтому оставила только то, что действительно нужно. Вообще, несмотря на весь этот чемодан, кому-то это покажется много. Для меня это вообще такое сильное расхламление, раньше было больше. Сейчас осталось, ну, действительно, все, что, действительно, чем я пользуюсь, а не просто такая косметика для засолки хранящаяся. Блеск от Inglot. Очень красивый оттенок. Карандашик от MAC. Суар. Вообще, здесь всякие такие легенды собраны, наверное. Самые популярные оттенки, цвета. Это жидкая помада от Armani. Очень мне нравится, очень экономичная. То есть, совсем капельки хватает на все губы. И очень красивый, естественный оттенок. Получается, вообще, люблю, конечно, и Armonic. И легендарный бреск от Clarins. Тоже ему очень уже много времени, он все не заканчивается никак. Помада-карандаш от Inglot. Такая пепельная роза цвет. И Satin Mouth от Essence. Кусочек. Кисточка для губ от Isadora. В этом отделении все, что связано с глазами, это туши, карандаши. Тени, база, точнее, одна база. Единичные тени от Urban Decay. Остальные у меня в палетке. Очень нравится Urban Decay Paint Pot от MAC. Кремовые тени, они же база. Под тени. Точилка от Yuvian Sabo. Очень бюджетная, очень качественная точилка. Всем советую, потому что ей уже не один год, а она классно точит карандаши. Продолжает у нее на два размера отверстия. Две туши. От Maybelline более такая для драматического эффекта. От L'Oreal повседневная. Карандаш для бровей. Консилер от Max Factor. Тоже незаменимый мой. И жидкие тени от Termani. Им уже год, не засыхают, ничего с ними не происходит. Щеточка страшающего вида от Twizerman. Для ресниц классно распределяет тушь. Карандаш коричневый. Карандаш черный. Карандаш светлый для подводки нижнеслизистый. Карандаш экзотического оттенка ягодного темного от Essence. Ну, конечно, реже им пользуюсь, чем черным и коричневым. Но один такой какой-то нужен, мне кажется, в коллекции. Если у вас коллекция косметики, а не просто необходимый минимум. И Jumbo Pencil тени от NYX. Такого красивого оттенка йогурта на лето. Они очень классные. И последний остался тут совсем крохотулечный кусочек карандаша от Lumine. Тоже для бровей. Ну, то есть, видите, у меня все по одному-два максимум экземпляра. И то, как это все обусловлено, а не просто так, не просто так не коллекционирую. И среднее отделение, самое такое вкусное, интересное. Здесь разные вещи. Тени, румяна, бронзеры. В общем, начнем вот с этой самой бросающейся в глаза огромной палетки от Tarte. Давайте я даже открою. Вот так она выглядит. Тут тени, румяна, бронзеры, хайлайтер. Очень универсальная штука. Она у меня уже год, скоро как. Я ее так активно пользуюсь, могу сказать. И очень мне нравится. Так, пудра от MAC Минеральная. Просто самая любимая в мире пудра. BB крем от Arborian. Единственный мой тональный вообще крем, тональное средство во всей коллекции. И единственное, что у меня подошло за многие годы. Это такая бронзирующая пудра от Dior. Не заканчивается просто никак. Классно выглядит. И эффект тоже дает замечательный. Пудра от Guerlain. Прессованные метеориты. И, насколько я знаю, ее сейчас как-то уже, наверное, не купить. Но мне она нужна, по большей части, редко по прямому ее назначению. В основном, я просто люблю нюхать. Она пахнет фиалками, как все метеориты на эти средства. Так. Ну, хотя она отлично подходит легко. Так вот, там, мотирование-то зоны, да. Палетка Naked первая. Basic. Палетка рождественская от Dior. Там несколько помад, тени. Такая приятная штука. Это Tom Ford румяна. В ярком очень оттенке вот таком. Но он смотрится очень естественно. Хайлайтер от Becca. В цвете шампанского. Это бронзер от Catrice. Несмотря на то, что бюджетное очень средство, оно реально достойное. Видите? Я его оставила с всего, что было. Хотя было очень много всего. Скульптор, бронзер. Вообще, это изначально румяна, конечно, в таком темном оттенке. Таупол от Dolce & Gabbana. Румяна от MAC. Тени от MAC. Четверка из наборной палетки. То есть, оттенки собирала сама. И они такие фиолетово-розово-красивые. В общем, не на каждый день, но люблю их. Так, и однушка теней от Barberry. Вообще, не думала, что буду однушки покупать. Но оттенок как-то такой нигде не встречающийся. Поэтому, в общем, пришлось. И все, да, кисточки остались. Здесь у меня хранятся две большие кисточки. Потому что остальные стоят стаканчики. Сюда они влезают. Такие пушистые хвостики. Этот отриотикникс еще и раскладывается, получается. Такая вот длинная, прикольная кисть для бронзера. Удобная. Вообще, в каких-нибудь путешествиях такой компактный вариант. И кажется, еще там что-то есть сейчас. Да, тут еще румяна вот такие от Givenchy. Призм, по-моему, что-то такое четырехцветное. Вот так они выглядят. И это вся коллекция. То есть, как вы можете видеть, у меня, наверное, некоторый перевес только в сторону румян. А все остальное по минимуму. И мне этого очень даже хватает на любые макияжи. Вечерние, дневные. При том, что я их делаю даже не каждый день. Возможно, мне еще меньше бы нужно было косметики. Но мне нравится, что у меня все это есть. Все это собрано не за один, конечно, год. И выбрано тщательно. Каких-то лишних вещей тут точно нет. Так что присмотритесь и собирайте свою коллекцию. Ну вот, это было все. Спасибо. Подписывайтесь. Всем пока. До новых встреч.